Ре. Вис Этерс Ирте. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Сегодня ученым всего мира не до конца известно о планете Марс, в отличие от велотрека Марс, который располагался здесь, по адресу улицы Бривбас, Гатвы, 207. Вот уже 11 лет, как его не существует. Весной 2008 года здесь в последний раз собирались ветераны латвийского спорта на мероприятие под названием «Прощание с велотреком». После того, как были проиграны окончательно все судебные тяжбы с Латвия, с Валснекустами и по шуме на эту территорию, она так и не досталась рижскому самоуправлению. Не помогло и решение кабинета министров о строительстве нового трека в Риге. Первый велотрек в Латвии появился еще в далеком 1887 году, когда рижские энтузиасты проложили его в Царском саду, ныне Вестура. Деревянный велотрек Марс был построен в 1909 году на частные пожертвования по проекту известного латвийского архитектора Эйжена Лаубе. Неоднократно он реконструировался и модернизировался. На протяжении столетия здесь базировались спортивные общества Марс, Даугава, Спартак, Рижский центральный клуб велосипедного спорта. Когда-то в Латвии до Первой мировой войны было аж 10 треков. В советское время осталось 4. В Лепе, Венсплассе, на Балтезерсе и в Риге. Сегодня не осталось ни одного. И главное, что этот трек был как соединяющий, как дом был. Там все велосипедисты, в принципе, рижане. И те, которые приезжали или выезжали куда-то на ресторане, все собирались там на треке Марса. И тогда его так, в принципе, он хоть официально был там центром Африттем Рушенс Клуб, но все его Марсом так и называли. И все там собирались. И тогда уже выезжали в Польшу. Ну, где-то в советское время выезжали. Что на этой территории еще? Раздевалки были там? Раздевалки. Такой смешной небольшой залик был, где мы, ну, вроде так, сейчас бы это не назвали тренажерным залом даже. Ну, тогда у нас там штанга была, там занимались, прыгали, что могли, сделали. И посередине трека еще был очень хороший пол для баскетбола. И там вот мы видели великих баскетболистов. Очень интересно, в последние свои годы Раймонд Карниц еще сам играл в «Спартаке». Да, да, да. И он в «Спартаке» был уже как руководитель там все островы, хексы, все другие, там, эгли, тыс, уже появился, самый большой, длинный. Через велотрек Марс в свое время прошли все самые наши знаменитые чемпионы, велогонщики, трековики. Можно вспомнить, например, Харрия Япинча, нашего первого участника Олимпийских игр в Хельсинки. А еще и Монта Бодникса, серебряного призера Токийской Олимпиады. Динтерса Лациса, чемпиона мира и участника двух Олимпийских игр. Улдиса Бреманиса, рекордсмена Советского Союза и победителя игр доброй воли. А еще Айнара Киксиса, Вестера Берзинича и многих других. В 1977 году я сюда пришел с друзьями. Увидел, трек понравилось. Осенью того же года был конкурс в детско-юношескую спортивную школу. Всех подряд не принимали тогда. Так все сразу и закончилось, так как трек начали реконструировать. Меняли покрытие, но ремонт сильно затянулся. И вернулся я сюда уже, когда выступал в сборной Латвийской Республики. Возможно, если бы у нас был трек, что-то происходило бы. Сейчас в Паневежис можно ездить. Мы в свое время ездили в Энспилс, до Паневежиса ближе. Нам сегодня только и остается, что завидовать соседям литовцам, которые смогли построить велотрек в Паневежисе, отвечающий самым современным стандартам. Там сегодня и выступают, и тренируются латвийские спортсмены. Ну а здесь на Абривис Гатвы 207 ничего не осталось. Большой разрушающийся забор, на котором давно исчезла та самая надпись «Велотрекс». Внутри полная разруха и только три десятка старых лип, как немые свидетели былого величия латвийского велоспорта. Ах да, еще к столетию велоклуба «Марс» была выпущена памятная медаль. Вот и все. Ах да, еще к столетию велоспорта.